Авторскую программу «Обо всем понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. Как обычно в это время, в эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токариан. 3 февраля 2001 года в эфир вышел первый выпуск программы «Обо всем понемногу». Прошло 18 лет. И сегодня я с удовольствием предоставляю слово зрителям и участникам программы. Вам когда-нибудь приходилось смотреть мою передачу «Обо всем понемногу»? Да, приходилось. И какое-то мнение свое вы можете о ней высказать? Что вам там нравится, может быть, что-то вы хотели, чтобы там было. И вообще, как бы, о передаче несколько слов. Очень интересно, познавательно, о городе очень интересно смотреть. Когда старые фотографии показывают, и то, что сейчас вспоминается. Рецепты, что-то новенькое, все интересно. Но продолжать в том же духе и творческих успехов хотелось бы пожелать. Очень нравится ваша передача. Много советов полезных, много информации о нашем городе. Хорошо, что есть такая передача. Я очень довольна. На протяжении 18 лет в эфир выходит авторская программа Евгения Степаненко-Пекарьяна «Обо всем понемногу». В этой программе есть страничка немного о ваших правах, которая отражает права потребителей. В том числе, рассказывает о деятельности администрации города Таганрога по вопросам информирования и просвещения населения в сфере защиты прав потребителей. Данная страница отражает проведение мероприятий, таких как открытые уроки в школах, городской конкурс среди учащихся старших классов, а также рассказывает об организации проведения городского конкурса на присвоение знака доверия потребителей, который определяет лучшие предприятия на потребительском рынке города. Вам когда-нибудь приходилось смотреть мою передачу обо всем понемногу? Да, 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 да. Конечно. А какое-то мнение есть о программе? Мнение? Ну да, мнение есть. Конечно, там много таких злобневных вопросов у вас раскрывается. Ну, надо бы пошире на город смотреть. Ну, то есть, пошире, более актуальные вопросы, поднимать. Ну, мне так кажется. А вот из того, что есть, какие вам странички больше запомнились, что интересно? Вот история города, мне, например, нравится. Ой, ну, я так сразу не припомню. Ну, то, что у меня осталось положительное такое от вашей передачи. Когда я передачу смотрю, ну, мне по душе нравится. Именно программа эта делается. Ну, с душой, как бы, к городу, к нашим проблемам там. Ну, вот так вот, например, я думаю. Мне нравится эта программа обо всем. Это то, что она, ну, просвещает народ. Мы много чего интересно узнаем. Я даже, бывает, быстренько хватаю карандашик и записываю рецепты. А история мне, я обязательно, я слушаю внимательно и читаю. Продолжайте в том же духе. Я вам желаю всего хорошего. Программе «Обо всем понемногу» исполнилось 18 лет. И нам очень приятно, что в наших добрых друзьях человек, который никогда о нас не забывает, ходит Токарян Евгений Степанович, который является и сценаристом, и режиссером, и автором. Но самое главное, он умеет убедить людей, которые принимают участие в его программе, в нужности этой программе. Потому что за то короткое время, что программа идет на телевидение, мы успеваем посмотреть и послушать и об истории города, и о замечательных людях. И рецептами поделиться, готовим, не поготовим, но, наверное, это вкусно. И что мне очень нравится, это еще и гороскоп, который появляется в передаче «Обо всем понемногу». Я, как научный сотрудник музея, благодарна этой передаче, потому что через эту программу, наверное, большая часть жителей Таганрога смотрит эту передачу, и они соприкасаются с историей города. Да, я эту программу смотрела, она была очень интересна, там много различных рубрик, которые очень полезные, интересные именно исторические факты о здоровье, о кулинарии, как и домохозяйке, в декрете очень полезные советы для себя там находила. Мне очень нравится телеведущая, которую я узнала при встрече, и очень была рада. Да, я часто попадаю. Мне нравится, у вас очень разнообразная программа, мне нравятся медицинские советы, но больше всего мне нравится все, что связано с историей нашего города. Я работала экскурсоводом, но многие факты для меня были откровением. Я знаю, что многие зрители программы следуют советам наших домашних докторов. Сегодня с вами заведующая вторым кардиологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Ольга Демарова. Уверен, что ее советы помогут многим из вас избежать серьезных проблем со здоровьем. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я сегодня хотела поговорить о таком грозном заболевании, как острый инфаркт миокарда. К сожалению, на сегодняшний день это заболевание является основной причиной смертности во всех странах, в том числе и в России. Что изменилось в лечении на сегодняшний день? Мы теперь располагаем не только медикаментозными методами лечения, но и так называемыми кардиохирургическими методами восстановления кровотока. И при своевременном обращении за помощью эти методы позволяют не только предотвратить инфаркт в некоторых случаях, но и в большинстве случаев значимо уменьшить площадь пораженной мышцы сердца. Эта помощь уже оказывается на базе нашей больницы с января этого года и заключается в быстром восстановлении кровотока путем удаления бляшки атеросклеротической и тромба, которая привела к закупорке сосуда и к последующей гибели части мышцы сердечной. Что не изменилось на сегодняшний день? Принцип «чем раньше, тем лучше». И, к сожалению, не изменилось время обращения за медицинской помощью. На сегодняшний день оно также составляет в среднем 4,5 часа. То есть от начала появления симптомов пациент раздумывает вызывать, не вызывает скорую помощь. И приводит впоследствии разные причины. Не хотел беспокоить близких, родных, если это было ночью. Днем находятся какие-то проблемы, которые он думает, сначала надо решить, а потом обратиться. Либо решает и ставит себе совершенно другие диагнозы и думает, что как-нибудь само пройдет. Как проявляется острый инфаркт миокарда, мы попросили рассказать наших пациентов. Началось жжение в горле. Потом все сильнее и сильнее. Ну, привело больницу на... Случился инфаркт. У меня жжение в груди было сильное. Поднялось давление. Давление сбивало никак. Потом начались острые боли. Вот когда острые боли начались, когда испарина холодная была, открыл корочку, у меня воздуха не хватало. Вот тут меня душило в груди. Вот оказалось, как жаба душит меня. Вот это инфаркт был у меня. А через сколько вы обратились? Через несколько дней. У меня пекло грудную клетку, грудь, грудину и спину. Пекло очень. Ничего не помогало. Вызвала скорую, потому что второй раз у меня этот приступ был уже. Поэтому я вызвала сразу. И скорая приехала, и забрали, и прооперировали. На третий день мне уже разрешили сидеть и вставать. И я почувствовал боль за грудиной и отнимение руки. Я вас попрошу запомнить эти симптомы. А именно давящие, сжимающие, пекущего характера боли в грудной клетке, особенно за грудиной. Эти боли могут распространяться в нижнюю челюсть, подлопаточную область, плечевой сустав, локтевой сустав, верхний этаж живота, сопровождаться чувством нехватки воздуха, иногда потери сознания, может быть рвота, что иногда уводит в сторону какого-то гастроэнтерологического заболевания. Если эти симптомы появляются, то человек должен незамедлительно вызвать скорую помощь. Чем раньше, тем лучше. Ну а я вам желаю, чтобы у вас эти симптомы и у ваших близких никогда не появлялись. Здоровья вам и удачи! По-прежнему одной из самых любимых остается страничка «Вкусные советы». И сегодня еще одним из своих рецептов с вами делится шеф-повар кафе «Авантаж» Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат со снежным крабом, ветчиной и овощами. Для этого потребуются следующие ингредиенты. Болгарский перец, снежный краб, ветчина, помидоры, лист салата. Для заправки мы будем использовать майонез и соус чили. Для декора мы будем использовать икру Масага. Для начала мелко порвем лист салата в миску. Болгарский перец нарезаем кубиком. И отправляем к листу салата. Нарезаем кубиком снежный краб. И отправляем в миску. Ветчину нарезаем тонкими полосками. И отправляем в салат. Помидор нарезаем кубиком. И отправляем в салат. Добавляем соль. Перец. Майонез. Салат чили. И осторожно перемешиваем салат. После того, как салат перемешали, выкладываем в тарелку. В завершении салат декорируем икрой Масага. Салат со снежным крабом, ветчиной и овощами готов. Приятного аппетита! Уже почти 6 лет эксперт программы Евгений Подорожный дает советы нашим зрителям о том, на что обращать внимание, покупая те или иные продукты. Сегодня вместе с Евгением мы будем выбирать самые качественные и полезные мюсли. Здравствуйте! Этот продукт просто идеальный завтрак для тех, кто одновременно следит за своей фигурой и не хочет тратить много времени на приготовление пищи. Это мюсли. Их достаточно залить кипятком, молоком, кефиром, йогуртом или вашим любимым соком. И через несколько минут вкусный, полезный и самое главное питательный завтрак готов. Придуманные мюсли были швейцарским биологом около 100 лет назад. Однако оригинальный рецепт дошел до нас с очень серьезными изменениями. Только несмотря на это, пользу цельных злаков, из которых в основном состоят мюсли, нельзя не оценить. Есть очень много причин, по которым мы должны обязательно включить мюсли в свой рацион питания. Для начала это отличный источник энергии. Цельные злаки долго перевариваются и медленно высвобождают энергию, тем самым не вызывая резкого всплеска сахара в крови. Регулярное употребление мюсли способствует снижению риска сахарного диабета и даже возникновению некоторых онкологических заболеваний. Те же самые медленные углеводы, которые содержатся в мюслях, способствуют выработке серотонина в нашем организме. А как известно, это гормон радости, который одновременно успокаивает и повышает настроение. Кроме того, мюсли – это отличный источник витаминов, ведь кроме самих цельных злаков, в них часто входят орехи, семена, ягоды и фрукты, которые сами по себе имеют в своем составе большое количество ценных микроэлементов. В продаже можем встретить огромное количество мюсли от самых разных производителей, но не все они одинаково полезны. Перед выбором нужно внимательно прочитать состав. Запомните, что на 100 грамм мюсли должно быть не менее 6 грамм клетчатки, иначе могут быть написаны пищевые волокна и не более 15 грамм сахара и 10 грамм жира. Самый идеальный состав – это цельнозерновые хлопья, орехи и ягоды, либо фрукты. В составе, конечно, могут присутствовать и шоколад, и мед. Хлопья также могут быть глазированными. Это улучшит вкус продукта, но одновременно увеличит его калорийность. При выборе мюсли обязательно обратите внимание на упаковку. Это может быть либо картонная пачка, либо полиэтиленовый пакет. Знайте, что в любом случае та и другая упаковка должна быть полностью герметичной. Ведь мюсли, как и все хлопья, быстро впитывают влагу из окружающей среды и начинают портиться. Срок годности же этого продукта может быть очень большим и достигать даже года. Но в нашем случае вы лучше выбрать максимально свежий продукт. Он и окажется самым качественным. Дома же не стоит хранить мюсли в открытой пачке. Для этого лучше всего подойдет стеклянная, либо пластиковая банка с плотно закрывающейся крышкой. В ней ваши мюсли очень долго останутся свежими. Покупая качественные натуральные цельнозерновые мюсли, вы обеспечиваете себя не только вкусным и питательным завтраком, но и зарядом бодрости, энергии и жизненных сил на все утро. До свидания. Многие зрители программы с удовольствием смотрят историческую страничку. Сегодня ее ведет старший научный сотрудник музея-заповедника Валентина Радникова. 27 января 1842 года в местечке под названием Карасевка на окраине Мариуполя в семье сапожника греческого происхождения родился мальчик, нареченный Архипом. Кстати, перевод фамилии Куинжи с греческого языка означает «золотых дел мастер». Ну а дальше безрадостное детство, Рано остался сиротой, правда родственники не бросили, жил у дяди, учился в городском училище, правда говорят учился плохо, но зато рисовал где мог, на клочках бумаги, на заборах, даже на стенах домов. Затем Рано начал подрабатывать и в частности подрабатывал у торговца хлебом, который был близким знакомым его дяди. И когда торговец хлебом увидел, что мальчик очень любит рисовать, он посоветовал подростку пойти в Крым и устроиться к Айвазовскому по возможности учеников. Что Архип Иванович еще сделал? Пешком дошел до Феодусии, пришел к Айвазовскому, но Иван Константинович не увидел у мальчика таланта, предложил ему поработать по хозяйству, покрасить забор, но это не прошло бесследно, потому что юный Куинжи увидел, что такое мешать краске, работать с палитрой. Прожив недолго в Крыму, он возвращается в Мариуполь, затем Одесса и Таганрог, где в доме купса Псалти арендовал мастерскую мастер фотопортрета Семен Исакович. И кто бы знал сегодня Семена Исаковича, если бы у него некоторое время не работал ретушером Архип Куинжи? О чем свидетельствует памятная доска? Кстати, сегодня, так же, как и более чем 100 лет назад, в этом здании находится фотомастерская, где, по всей видимости, сегодня работают мастера фотопортрета. Затем в Санкт-Петербург. Только с третьего раза Архип Иванович поступает в Академию, показав картину, которая называется «Татарская сакля в Крыму». К сожалению, картина сегодня не сохранилась. Архип Иванович Куинжи ведь не зря считается мастером пейзажа. У него есть и грустные пейзажи, вот как та же осенняя деревня, за которую он получил звание классного художника. Но, конечно, березовая роща, которая у всех на устах, а он писал не одну березовую рощу. Или тот же «Лунный Днепр», или «Лунная дорожка» – очень известная картина Архипа Ивановича. Сегодня как-то мало вспоминают, что Куинжи очень любил Валаам. И, кстати, жену в свадебное путешествие в 1875 году он привез именно на остров Валаам. Один из рисунков, этюдов, картин – это картина, так и называется, «На острове Валаам». Почему мы сегодня ее можем вспомнить? Потому что это была первая картина Куинжи, которую купил в свою галерею Павел Михайлович Третьяков. И о которой Достоевский сказал, что это национальный пейзаж. Архип Иванович начинал свою творческую жизнь, ну, можно сказать, нищим. Закончил он свою жизнь, будучи миллионером. Помогал бедным студентам Академии художеств. Вообще проводил очень большую благотворительную работу вместе с женою. Не жалел денег на поддержку молодых талантов. В начале XX века было создано общество, которое носило имя Архипа Ивановича Куинжи. После смерти Архипа Ивановича туда перешло достаточно количество работ и деньги, которые Архип Иванович по завещанию оставил для помощи тем, кто в этом нуждался. Это общество передало в дар Таганрукскому музею некоторые рисунки Архипа Ивановича Куинжи. Это и радуга, и море, и осенняя деревня. И сегодня эти рисунки, ну, являются украшением коллекции Таганрукского художественного музея. А теперь я снова предоставляю слово зрителям и участникам программы и благодарю всех, кто был сегодня с нами. Удачи вам, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы. До свидания. Третьего февраля программе исполняется 18 лет. Вы можете поздравить и что-то пожелать. Поздравляю с такой датой. Не думала, что действительно столько лет передачи. Но еще раз повторюсь, творческих успехов. Что-то новенькое привнести, развиваться. Ну, и пополнять коллектив молодыми, талантливыми журналистами. Дорогая передача «Обо всем понемногу». Я вас с радостью и от души поздравляю с вашим 18-летием. 18 лет – это очень серьезный возраст, хороший возраст. Я за вас очень рад. Желаю вам реализации самых смелых идей, новых творческих планов. Конечно, очень рад тому, что вы есть. Рад нашему взаимодействию, сотрудничеству. Желаю всего самого хорошего, новых замечательных передач. И будем встречаться с вами еще не один раз. С праздником, дорогие друзья, с 18-летием. Поздравляю, конечно, вас с юбилеем, с 18-летием, с годовщиной. И желаю, чтобы у вас было побольше интересных передач, побольше о городе мы знали, об исторической части города нашего. Так что очень интересно слушать вас. Пожалуйста, здравствуйте, живите и здравствуйте. Примите в этот день самые искренние поздравления. Желаем вам энергии, вдохновения, реализации всех профессиональных и творческих идей. Ну, во-первых, пожелать, чтобы ваша программа жила еще дольше, еще поднимала более актуальные проблемы нашего города. Чтобы были все здоровы, счастливы. Я хочу этой передаче пожелать всего процветания. Пусть вот то, что есть, пусть оно продолжается и дальше в том же духе. Это нам интересно, познавательно. Это культурное пожелание всем нашим жителям и всей вашей команды. Всего доброго, всего доброго и процветания. Хочется надеяться, извините, Евгения Степановича, просто уверена на нашем дальнейшем счастливом сосуществовании и дальнейшую хорошую работу. И от всей души передачи обо всем понемногу. Желаю большой плодотворной работы впереди, чтобы было много интересных передач, которые были полезны к тому же для наших таганрожцев. Искренне желаю здоровья автору и ведущему этой передачи. Евгений Степанович, поздравляю вашу передачу с 18-летием. Желаю больших-больших творческих успехов, побольше зрителей, которым очень нравится ваша передача. И чтобы все у вас складывалось хорошо. С днем рождения! Ой, с радостью! Я поздравляю программу с 18-летием, желаю ей процветания. Может быть, даже какие-то новые рубрики появятся в программе. И хороших телезрителей, которые будут отзываться, присылать свои пожелания и поздравления. Я искренне поздравляю вас с таким замечательным юбилеем, 18-летием вашей программы. И желаю вам дальнейших успехов в вашей программе. Пусть она будет такой же разнообразной и такой же увлекательной. И помогает нам, жителям Таганрога, узнавать такую чудесную историю нашего города, многих страниц, которые мы не знаем. Уважаемый Евгений Степанович, поздравляю вас с очередным днем рождения вашей передачи «Обо всем понемногу». Уже 18 лет вы сам себе режиссер, редактор, автор и ведущий любимой программы. Очень хочу поблагодарить за ваш нелегкий труд и пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов, ярких и новых решений. И, конечно же, долгих-долгих лет жизни вам и вашей передаче. Спасибо вам большое! Двадцать первый век вступил в законные права. Планку достижений так задрал, видать, едва. Телезритель жаждал новых красок и идей. Тут сюрпризом передача вышла для людей. Пролетают незаметно вереницей у года. Держишь планку ты конкретно, не роняя никогда. Полюбился сразу этот фирменный формат, Информационный свежий новостей охват, Где за полчаса светят столько разных тем, Что исчезнут все вопросы всяческих дилемм. Пролетают незаметно вереницей у года. Держишь планку ты конкретно, не роняя никогда. Про историю расскажут в самых давних лет, Как поправить нам здоровье, выдадут совет. От изысков кулинарных запоет внутри, И еще всего другого только знай, смотри. Пролетают незаметно вереницей у года. Держишь планку ты конкретно, не роняя никогда. Пожелаем всей команде творческий успех, Плодотворных самобытных следующих век. Чтоб мы радовались вместе, глядя на экран, Где с улыбкой увещал Евгений Токарьян. Пролетело незаметно вереницей много лет. На ТВ ты мэтр конкретно, спорить с этим смысла нет. Пролетело незаметно вереницей много лет. На ТВ ты мэтр конкретно, спорить с этим смысла нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова